Привет всем! Не мог обойти вниманием вот эту статью в этом солидном европейском кардиологическом журнале. Статья называется «Хромотерапия гипертензии. Улучшение исходов у пациентов при приеме препаратов, понижающих давление на ночь». Классная статья, сильная. Да и какой ей быть иной, если она редакционная, если она отражает точку зрения редакции журнала, если она аккумулирует накопившиеся в этой области факты. В ней обращается внимание на то, что гипертония – это обязательно нарушение регуляции. А нарушение регуляции – это проблемы, это поломки в ходе биологических часов. Если так, то получается гипертонии необходимо обязательно обращать внимание на работу биологических часов, так называемые хронобиологические ритмы. В статье правильно отмечается, что исходная гипертония важное значение имеет, как ведет себя артериальное давление ночью. повышается, не изменяется, понижается, понижается очень сильно, и при этом обращается внимание на тот момент, что наиболее тяжелые исходы наблюдаются в случаях ночного повышения давления, не изменяющегося ночью давления, что является показанием для назначения препаратов для понижения давления на ночь, когда ложитесь в постель. При этом обращается внимание на тот момент, что не всем такая терапия подходит, и что не все препараты могут назначаться ночью. Те же мочегонные препараты или комбинированные лекарственные препараты, в составе которых находятся и мочегонные тоже, например, гидрохлортиазид. Здесь на слайде вы видите рекомендации, которые из статьи исследуют. Я их уже озвучил, кроме последней, а именно, что требуются схемы упрощения приема препаратов для улучшения приверженности пациентов к лечению. Что касается меня, поддерживая статью, тем не менее, не могу удержаться от ряда замечаний, которые представляю вам на данном слайде. Пункт 1. С хронотерапевтическим подходом в лечении гипертонии согласен. Биологические часы нарушены, и их необходимо ремонтировать. Прием препаратов для понижения давления перед сном нужен, но у пациентов именно только лишь с ночным повышением и не ночного понижения давления. Потому что если давление ночью понижается, принимая эти препараты, вы ситуацию не улучшите, а ухудшите. И в таких случаях препараты должны назначаться в дневное время, за час до его повышения. Возникает вопрос, как контролировать гипертонию, как определить, какой у вас тип ночного изменения давления. Замечу, что на этот вопрос я уже отвечал в одном из моих видео. Ссылку вы увидите в конце настоящего выступления. Хочу также особенно заметить, что в контроле гипертонии, кроме хронотерапевтического подхода, требуется учет степени повышения систолического и диастолического давления, потому что гипертония преимущественно систолическая, преимущественно диастолическая и систола диастолическая. Когда повышается и одно, и другое давление, лечатся разными препаратами. Требуется также учет величины пульсового давления, потому что плохо, когда пульсовое давление и высокое, и низкое. Важна частота сердечных сокращений, чтобы она находилась в физиологическом диапазоне, чтобы она была нередкой и чтобы она была невысокой. И, конечно же, назначая пациентам препараты, понижающие давление, лучше сначала провести гостру фарфологическую пробу с ними, чтобы убедиться в том, что этот препарат, эти препараты действительно у пациента будут эффективными. Как решать эти вопросы, рассказываю в моих видео «Плейс листа. Высокое давление. Гипертония» на этом канале. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя. Будьте здоровы.